И снова всем привет! Продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И вот мы уже сделали локтями глубокую декомпрессию. Уже что-то прохрустело. Переходим к следующему движению. Это уже сет номер 5. Печа лопаточная зона. Вот где остановились, там мы продолжаем. Рука подхватывает трапецию, поднимает. Вторая рука кулаком продолжает паралитебральные мышцы растрясать. И вот мы проминаем теперь уже верхнюю часть трапеции. Ну, примерно три. Получилось раз. Раз, два, три. Три участка. Сразу эта рука разминает дельтообразные мышцы. Вот эти вот. А вторая подхватывает руку и укладывает на спину. Подхватывает снизу плечо, поднимает его. И вот мы все места, где крепится дельта, костяшками пальцев обрабатываем. Вытягиваем их в длину. И малую грудную мышцу оттуда тоже тянем вверх. Вот мы ее тоже промассировали. Тянем вверх. Потому что, если вот плечо слабо отрывает от стола, да, это, соответственно, укорочена вот эта вот малая грудная мышца. И передняя дельта. Она стягивает плечо вперед. Поэтому мы их вот вытягиваем назад. Вытянули, растянули. Теперь ухватили за кармельный отросток. Ну, так мягенько. Второй рукой за локоток. И расслабленно покрутили восьмерочку в эту сторону, в эту сторону. Преем называется вращение топорика. Вот видите, похоже на топорик. Покрутили топорик сюда, сюда. Если человек напряжен, да, то прям предлагаем ему расслабиться, чтобы не держал ничего, мышцы не держал. И в этот момент расслабления мы ставим палец на сустав сверху и его вот так вот, чик, подщелкиваем. А тут пальцы ставим снизу на сустав и в ту сторону подщелкиваем. Теперь рука остается на месте, на кармельном отростке. Только, предупреждаю, не впивайте вот так вот пальцами, да. Это будет больно. Просто ладошка лежит легонечко. За уголок лопатки тянем сюда, а этот в противоположную сторону. Вот мы скручиваем, таким образом растягиваем зубчатые мышцы. И под лопаточную мышцу в том числе. Тянем теперь в противоположную сторону. Здесь мы ромбовидную мышцу вытягиваем. Ну, вот 3-4 раза туда, сюда, туда, сюда. Теперь укладываем свой локоть на крестец. Крестец достаточно, ну, таз и кости достаточно мощный. Поэтому не бойтесь всем весом сюда навалиться. И у нас вот в этот момент отдыхает половина нашего корпуса. Вот рука отдыхает, нога вот отдыхает. А мы работаем другой рукой. Этим же локтем, вот этой рукой, мы управляем. Вот надо нам растереть. А верхняя трапеция, она идет вот туда, ключица тянется, да. Значит, мы поднимаем вверх и растираем верхнюю часть трапеции вот до ключицы с той стороны. Надо нам открыть лопатку побольше. Приблизили локоть к телу и опустили к столу. Вот видите, она поднялась. И теперь мы помним, что вот так идут мышцы трапеции сверху. Здесь вот так они идут. И снизу они вот под такой диагонал не идут. Значит, растираем вдоль мышц. Продольное растирание. Теперь поперечное растирание. Этих мышц разминания большим пальцем, запястьем. И плавно переходим на локоть. На ксене рисуем те же самые циферблаты нарушенных часов. Вот сюда подталкиваем. Время поперечное сочленение. Раз, раз, раз. Отодвигаем лопатку локтем. И, видите, я помогаю локтю отодвинуть за счет опускания локтя вниз. Верхнюю часть трапеции, чтобы размять, мы туда уходим локтем. А его локоть на себя натягиваем. Вот видите, мы ее растянули, продавили, сжали. Растянули, продавили, сжали. Растянули, продавили, сжали. Рука плавно опускается под трапецию. И кулаком начинаем ее массировать и поднимать чуть-чуть. С вращением пахворек одновременно объединяем это движение. Достаточно приятно оно бывает. Но дальше предупреждаем человека о кое-чем неприятном. Сейчас будем прожимать триггерные зоны, точки. И поэтому предупреждаем, что придется потерпеть. Первая точка, где ключица крепится с аккумуляторным отростком, соединяется. Вот в этой ямочке сантиметр отодвигаем сюда. И вот тут вместо крепления мышц перпендикулярно в тело технике шрацу прожимаем. Дальше на этом отрезке середина этой мышцы. Тоже прожимаем в нее. Потерпи, потерпи, говорим. Уголок лопатки, где крепится леватор скапулус, мускулус. Мышцы поднимаешь лопатку. Перпендикулярно в лопатку. И вот тут еще четыре точки есть, где крепятся мышцы. Также пробиваем в лопатку. Раз, два, три, четыре. Дальше мышц нету, поэтому просто заладим пальцем под лопатку и накатываем его лопатку на наш палец. Таким образом мы размягчаем еще мышцу. Которая под лопаточная. Там она возле ребер находится. Вот туда осталось, по глубине залезть. У некоторых получается залезть даже чуть ли не тремя пальцами туда. У кого хорошо лопатка отходит. Если там больно и мышца зажата, то можно дополнительно еще под лопаточную мышцу зайти. Как туда? Как к ней зайти? Вот такой вопрос. Приподнимаем лопатку. Приподняли ее. Не держи руку. Не держи. И залазим с этой стороны. Там вот ее проработали. С этой стороны проработали. И оп. Растираем лопаткой об ребра. Через лопатку уже действуем. Растерли вот так вот достаточно жестко. Далее продолжаем всю вот эту вот трапециевидную мышцу кулаком растрясать вдоль волокон. Сверху. Потерпи, потерпи. Вот потихонечку угол меняем в воздействии. Вот подходим к лопатке. Теперь снизу и вот под таким углом. Вот я прям нарисую. Видно как она идет, да? Почему трапециевидно называется? Потому что вот так вот по форме трапецию напоминает. Видите? Теперь поперек этих волокон. Растрясли. И считайте, что мы обработали всю плечо-лопатку зону. Отставляем руку. Остались две круглые мышцы. Вот тут мы их просто растираем. Лапы леопарда. И уводим лимфу в подключичную зону. Уходим, уводим лимфу теперь со всей спины. По диагонали немножко. Вот так вот растрясая ремежеберное сочленение. Ребра примерно по толщине, как пальцы. И между ними есть вот такие вот мышцы короткие. Вот мы туда как бы проникаем и растрясаем их вот так вот. Растрясаем их, расширяя ремежеберное расстояние. Доходим до игородиза. В общем, мы всю лимфу туда теперь в передней части корпуса слили. И начинаем простукивание. Ну, я вам говорил, да, что костю по кости бить больно. Только можно по крестцу бить, по тазу бить, по рыбинным поперечным сочленениям, по лопатке, по плечу. Вот эти все места вот простучали. Стучим как. Есть несколько способов. Вот такой открытый кулак, сейчас пустой как бы. Вот такой хлесткий получается. Кулак жесткий, когда мы полностью как вот восточек линоборства, да, сжали его. И получается вот прям жесткий кулак. Жестким кулаком мы отбиваем таз вот туда. Помните, я говорил, что от нашей базы, базиса, да, все кости, которые ниже, стучим туда. Все, которые выше, толкаем туда. И плавающие ребры, вот тут плавающие ребры, пропускаем. Вот начинаем отсюда. В разные стороны. Простучали, как следует вот здесь. Наша цель ударных техник, ударно-волновых, да, вот эти поперечные суставы и реберно-поперечные суставы растрясти, чтобы сейчас мы их, так скажем, прохрустели, функциональный блок сняли. Для этого подхватываем руку, говорим, чтобы он руку не держал, расслабленно. Некоторые там бьют, поднимают руку, там, упрядаются, как-то вот просто предупредили, что расслабил. Вот плечо, голова в мою сторону. И здесь упираемся, получается, в первое ребро. Лаксон вот упирлись, на себя насянули. Вот это, видите, это рычаг. Чтобы упереться, нам надо рычаг пустить вниз. При приеме мы рычаг поднимаем максимально вверх и на выдохе, одновременно, двумя руками, выдох, толкаем. Вот, видите, одна рука на себя, другая от себя. Спускаемся ниже. Здесь тоже вот чуть ближе к локтю, еще ближе к локтю. И вот здесь вот уже реберно-предше сочинение усиливаем тем, что одним локтем с вами даем на слоево предплечье. Вот, получается, двойной такой, двойной удар получается, вот такой. Еще мощнее. Расслабились и толкнули. Все, сразу не отрываем руки, да, чтобы человек не пугался, вот немножко погладили его и растрясли вот эти мышцы.